всем привет ребят сегодня плановый брифинг для брокера маркет вы уже привыкли что по четвергам я даю свой анализ сегодня основной упор сделаем на американский рынок акции но и не забудем посмотреть валюту посмотрим на bitcoin посмотрим на золото посмотрим на сырьевые товары начнем мы с вами наверное с привычного это валюты и будем постепенно переходить сторону остальных рынков думаю что вам будет интересно не забывайте всегда рядом с собой иметь вот такой вот блокнотик в который вы запишите все самое интересное затобранного кстати я буду вместе с вами записывать потому что я сегодня провожу свой привычный анализ но делаю это в записи чтобы вы могли вместе со мной поучаствовать в процессе и так переключаемся на плейлист но давайте наверно сначала расскажу об открытых позициях сейчас открыта только одна сделка по general electric это покупка и закрыта была сделка по золоту которую я держал довольно долго закрыта она была в области фиксации прибыли я упустил основную часть движения но опять же если смотреть на инструменты на эту сделку на заранее было за несколько месяцев отобрана то есть она была отобрана еще когда цена была здесь и поставлены сразу ордера то есть я рассмотрел приоритет один три с половиной здесь и следовательно его смог получить можно было конечно не фиксироваться по тейк профиту не фиксироваться в области изначально определенной но это из разряда знал бы прикуп жил бы в сочи поэтому я в любом случае как трейдер всегда работаю по плану иногда конечно получается взять не все движения но это нормально по евро доллару я вам на прошлой неделе говорил что для тех кто встал в покупке 107 ваша задача держать и в принципе те кто держит сейчас неплохом плюсе и закрыть его нужно в районе 110 то есть 1 9 80 1 9 90 нужно фиксироваться от этой области можно пробовать заширтить да это не совсем будет логично по циклу по циклу логичнее работать 10 50-11 50 вот так циклично если говорить о спросе предложения их балансе то здесь тогда 1 10 11 то есть можно два варианта рассмотреть и можно даже сделать шире стоп поставить за 1150 но при этом уменьшить объем позиции таким образом вы получите значительно меньше приоритет но большую вероятность того что позиция выживет но я хочу приоритет хочу работать по плану поэтому здесь буду работать 1 10 11 сейчас кстати нужно записать это все дело у нас прошлой неделе записано если не ошибаюсь а вот у меня все здесь есть так надеюсь будет видно все с прошлой недели у меня кстати постоянно все идеи которые я реализовываю все идеи которые записываю по акциям и по валюте все у меня фиксируются в блокноте по старинке но таким образом я всегда могу просмотреть взять этот блокнот лежит на рабочем месте и в него уже все фиксируются все идеи которые могут быть проторгованы в общем по евро это моя единственная идея по длинным пока я не знаю по фунту очень сложно сказать есть здесь область предложения которые можно поработать но я бы предпочел наверное евро доллар из-за чего евро доллар идет импульс на то есть он сразу пошел движением а фунт сделал накопление из-за того что здесь дело накопление шортить 1 21 21 50 для меня не очень интересно много препятствий на пути снижения вы же понимаете что когда формируется спрос когда он формируется в основной области то его реализация может быть на полтора два диапазона выше то есть среднесрочная реализация такого скопления поэтому брать мелкие базы для работы без импульса не нужно то есть я здесь бы не стал работать поэтому пока с фунтом я ничего не могу сказать очень сложный инструмент доллар иена тоже тот инструмент который лучше не трогать вы же понимаете что когда нет никаких триггеров когда вы не видите никакой вспомогательной информации просто уровне работать скажем так в этом рынке настолько волатильным работать просто уровне это в основном будет детский сад потому что если вы видите здесь срабатывание уровня вы можете посмотреть все предыдущие увидите что вы получили бы стопы поэтому смотреть на конкретную единичную ситуацию говорить что уровни здесь работают не стоит такой волатильности не техника не фундаментал особо не работают поэтому если брать то брать что-то конкретное самое интересное по франку я хотел заширтить приоритет попробовать паритет не приоритет паритет то есть единицу но цена пока не идет по спросу покупать доллар есть область но я не знаю насколько это интересно область 95-94 то есть вот 95 94 если кто смотрит на доллар франк думает где взять здесь доллар против франка то 95 94 золото не менее интересно и очень волатильно повторно покупать на спросе в котором стояла цена наверное не целесообразно если вы хотите работать краткосрочно если хотите попробовать все таки в этот импульс продолжение роста поработать то ваш выбор это работать базы по часовикам 1600 1580 и 1560 1550 то есть вот две базы можете их записать я краткосрочно не работаю попросту потому что я больше среднесроку склоняюсь у меня нет алгоритма на краткосрок сейчас я не буду просто ради сделки открывать сделку есть алгоритм который на выборке сделок приносит плюс поэтому его не корректирую так уж устроен трейдинг что нельзя каждый день вносить поправки поправки вносится когда ты проторговал допустим семестр и ты смотришь что ты в отрицательном результате значит что-то нужно менять или если ты смотришь что ты не добрал очень много от рынка тогда ты начинаешь корректировать так или иначе происходит все это по конкретным идеям по коротким золотом наверное 1700 но нужно смотреть на поведение я этого делать не стану по рублю средняя цена и вообще логично это примерно 75 73 поэтому я бы стал покупать 75 73 область уже сами по вашим тактикам смотрите но область 75 73 можно попробовать ее купить вполне конечно интереснее было бы 67 но пока есть у нас ближайшая можно пробовать ее не факт что дадут так быстро 67 все может быть рынок крайне непредсказуемый но реальность такова что нужно сначала попробовать 75 73 кросса не рекомендую работать в принципе не интересно так новозеландец австралийц тоже я бы не трогал доллар канадец попробуйте на ретесте если он будет 34 это среднесрочный 34 32 можно сразу ставить ордер несмотря на то когда он протестирует может через месяц через два если вы работаете через спот то есть форекс а вы все работаете через форекс вас просто маржа не занимается поэтому можете ставить ордера хоть за месяц хоть за два это я если ставлю допустим ордер то у меня сразу на акциях фиксируется сумма средств берется со счета и я забираю себя покупательскую способность поэтому я обычно сильно заранее не ставлю вот это то что можно пробовать пока нацию кстати пока нации еще база но настолько широкая что даже не знаю если смысл и работать эта область 39 37 с половиной нет я бы не стал так сел всеми любимая нефть которая намекает на продолжение падения очень сильно угасание структура угасания сектор работает часовики посмотрите внимательно сюда с одной стороны эта структура угасания она примерно 23 с половиной наверное да то есть нужен выход ниже 23 с половиной стагнацию можно про отширтить несмотря на движение почему потому что движение общенисходящие здесь формируется угасание но чтобы она реализовалась нужно чтобы цена в шла в накопление здесь либо закрепилась ниже то есть вот так можно про отширтить и так и так еще лучше с другой стороны есть верхняя граница 25 и 25 этой психологический уровень уже понимаете поэтому выше 25 можно и в длинных посмотреть но здесь часовики здесь дневка вам ничем не поможет здесь часовик но неплохо выглядит неплохо можно поторговать кстати bitcoin тоже он идет в импульсный рост и естественно что маловероятно кто стоит в рост большинство стоят наверно в короткие и должны продавить по стопам сейчас мы с вами подумаем где все это может быть реализовано если говорить о покупках я бы покупал выше семи с половиной скорее всего выше семь сто семь с половиной там где стопы как раз вот выше стопов либо по стопам я бы попробовал купить по продажам если вы продаете то это только сейчас то есть но это нужно было делать ранее то есть вы продавали первично где-то здесь в этих областях пробовали подержали откат вторично я бы уже не лес но если уже прям не терпится шортить то это здесь то есть в район 7-7 с половиной 6 900 6800 ну то есть до семи с половиной это зона коротких которые можно пробовать реализовать это единственное что можно здесь посоветовать по гривна доллар скорее всего падение не закончилось и курс гривны все также будет ослабляться границ этого ослабления никто не знает но я думаю что 30 гривен за доллар мы увидим в итоге ну а теперь по америке на премаркете на 2 процента уже упал s&p это премаркет открытие то есть будет с падением то есть сейчас мы видим s&p 2 470 по примарку по примаркету 2 420 сейчас на текущий момент времени то есть упал и здесь уровень сдержания это 2 400 в зависимости от того как цена себя будет вести мы сможем понять потенциал если сегодняшний день сможет устоять выше 2 400 то скорее всего мы увидим рост то есть либо мы сегодня выйдем за 2 500 естественно тогда стоит оставлять все что есть либо мы останемся выше 2 400 если мы упадем ниже 2 400 я бы сокращал позиции то есть те которые в просадке где-то с больших значений акции вот у меня допустим есть акции которые я брал когда был первый ретест вот здесь это disney в частности и он в просадке и его я закрывать не буду потому что нет смысла фиксировать убыток по акции без плеча на данный момент времени то есть это просто уже как какой-то холд будет как с криптовалютой но более опять же рентабельный более надежный плане возврата то что я брал здесь это что я брал здесь я буду фиксировать и таких акций у меня несколько и в частности это доллар 3 это метроникс честно час не помню не вспомню тикер нужно будет вести метроникс это компания которая производит аппараты искусственной вентиляции легких я решил поспекулировать на этой теме и еще акции амери трейд чуть выше бралась но она сейчас плюсе была вчера я закрыл половину амери трейда потому что она выстрелила на 20 процентов плюса я решил половину позиции закрыть силу изменчивости рынка но в общем ситуация такова если будет закрываться ниже 2 400 то нужно будет избавляться для того чтобы освободить маржу и купить на обновлении минимума это просто если пойдет выше все сбрасывать все я буду в 2 700 2 700 2 650 я буду закрывать все то есть я не буду сидеть и удерживать ну может быть за исключением диснея это если будет 2 700 у меня прибыль по позициям составит порядка 7 процентов 7 9 процентов то есть к депозиту я буду закрывать все для того чтобы освободить маржу потому что вряд ли будет импульсный какой-то сильный рост и с шортами пока ничего сказать не могу но по длинным понятно идея с индекса ясна по акциям на данный момент времени амери трейд в покупке неплохой а по 30 долларов брал он на вчерашний день был в районе 37 но я его закрывал 36 вот и осталось еще половина позиции то есть амери трейд я не зафиксировал у него потенциал роста наверное до 45 долларов может быть до 42 но то есть потенциал роста огромный и именно поэтому я его оставил и компания никак не пострадает от этого кризиса потому что это брокерская компания которая предоставляет у строги трейдинга опять же на американском рынке акций и связи с этим интересно что еще интересно давайте caterpillar может отобрал со мной его закрыл закрыл не он был по 100 долларов я его закрыл если кто-то держит caterpillar держите 130 долларов вот целевая то есть того что вот было у меня отобрано по apple если кто-то брал в районе 220 долларов тоже держите у него потенциал есть еще и держать нужно опять же повторюсь в том случае с индекс правильно себя покажет боинг я не стал брать боинг он не дошел до тех цен по которым я бы хотел его взять а я хотел его взять по 80 долларов 80 долларов не дали минимум был в районе 90 поэтому я вне боинга оказался ну пошел хорошо пошел disney вот у меня disney он взят у меня аж по 117 долларов то есть disney меня по 117 долларов за эти то есть это очень такая не самая перспективная инвестиция на текущий момент времени да у них много всего у них запуск стриминговых сервисов и скорее всего что не особо пострадает на самом деле disney да сейчас простой у них disney лендов да сейчас в кинотеатрах не покажут фильмы до замороженные съемки и так далее но это все временный эффект то есть это компания которая на кризис и не сильно реагирует я не стал усреднять по минимуму в районе 100 долларов потому что я не занимаюсь усреднением если у меня выделен допустим 10 процентов депозита под конкретную бумагу то я не буду его нагружать понимаешь что кризис и может упасть еще глубже то есть просто получается что не самая интересная инвестиционная часть по гуглу если кто-то брал тоже по 1000 долларов из моей рекомендации тоже я бы советовал присмотреться к рынку но держать вполне логично потенциал 20 30 процентов роста так 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 что еще интересно meriot тоже меня взят meriot и meriot пытается восстанавливаться неплохая бумага это отельный сервис и у него потенциал роста наверно долларов до 100 вот и это наверное все зона фиксации там где от него нужно его сливать нужно и не заморачиваться макдональдс макдональдс тоже не дошел он до 120 долларов по 120 это было бы идеально сейчас тоже цена нормально если кто-то брал здесь я не советую сливать советую сливать только в районе 190 200 долларов опять же вот макдональдс колу макдональдс пепси если кто-то брал можете их оставить ту же визу мастер-карт если у вас есть в портфеле эти компании то их можно не сливать даже на просадке в принципе они восстановятся 95 процентов случаев microsoft тоже он спроси долго стоял и не стал брать потому что мне интересно подешевле но опять же 35 процентов дисконта от максимума если кто-то брал 140 130 держите тоже не стоит сбрасывать netflix не хочет падать я бы netflix по 250 долларов взял бы не задумываясь потому что стриминговый сервис что делать на карантине кроме как смотреть фильмы да и в принципе он не особо подвержен падением сильным поэтому если будет 250 можно посмотреть в сторону netflix а файзер файзер проседал до 28 до 29 можно проводить файзер присмотреться к нему но проблема в чем проблема в том что он не реагирует на рост рынка это минус то есть если допустим сейчас я так как он там metronix правильно metronix mdt вот если mdt я взял я взял его по 80 долларов то есть да он был ниже гораздо было по 70 долларов я взял его по 80 он за день был в пике 10 процентов плюса и это с моей точки зрения не конец тем более что сейчас и в штатах количество заболевших выросло и она будет расти в прогрессии будет очень большой ажиотаж на аппараты вентиляции легких и даже tesla ford и general motors они задумываются тем чтобы перестраивать производство для того чтобы обеспечить необходимый спрос будет громадный и главное чтобы эти компании смогли удовлетворить но metronix как одна из крупнейших компаний которые занимаются аппаратами она может в принципе очень хорошо вырасти даже на падении рынка я сбрасывать не буду то есть я попробую поддержать максимально возможно metronix интересно меня поучаствовать в этом эксперименте так что еще интересно вам показать что еще tesla по тесле я рекомендовал брать ее по 360 долларов она пришла на 360 я не брал меня нагружено было довольно таки и тем более рынок стоял стагнации я решил не трогать ее и в процентном изменения она в принципе не особо скажем так выросла хотя выросла выросла да очень импульсно ну что же делаешь бывает такое но если кто-то брал я бы на вашем месте половину закрыл и попробовал додержать долларов до наверное 600 до тесла это вообще непредсказуемый конечно инструмент еще у меня доллар 3 этапа рекомендации одного из моих трейдеров он живет в штатах и он сказал что ажиотаж я брал в районе 70 долларов она в пике до 82 доходила сейчас начинает проседать мне хочется додержать ее до 85 мне хочется держать ее может быть до 90 посмотрим если сегодняшний день будет грустным то я закрою и доллар 3 тоже в том числе потому что она плюсовая акция и и она технически в предложении то есть тут исключительно спекуляция на том что это торговая сеть по поводу торговых сетей кстати все посмотрите на 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 волмарт тоже он проседает видите с максимума волмарт проседает по 100 долларов я бы взял волмарт и если посмотреть на крогер тоже они проседают смотрите то есть цены нормальные можно сейчас пробовать супермаркеты брать сетевые пробовать поработать на этом потому что спрос будет расти но опять же у них спрос сразу был потом эти дугасания потом вторая волна спроса также как в принципе в любой сфере по рынку рынок зеленый практически вчерашним днем сегодня он будет скорее всего красный но никто не знает что были точно тем не менее проседает рынок понемногу но мы к этому готовы у нас есть план действий который мы будем реализовывать потому что брать я бы сейчас брал супер супермаркеты я бы брал сейчас триминговые сервисы онлайн может быть игры тот же там activision посмотреть ncent посмотреть в общем циска может быть нападение посмотреть то есть такие компании я бы брал и тот же amazon ebay на проседание то что касается производства крупного да сейчас трамп говорит что нужно работать поэтому компании которые связаны с производством скорее всего они все-таки динамику это покажут на этой новости но мы сами не будем сильно перегружаться перегружаться акциями понимая что рынок может просесть еще ниже и связи с этим нужно конечно тоже быть к этому готовым на сегодняшний день плану знаете в принципе что подбирать и думаю тоже разберетесь не забывайте подписываться на канал на мой в том числе на моем канале на следующей неделе будет проведен бесплатный интенсив по торговле рыночных циклов он будет для клиентов и маркет для моей аудитории поэтому ребят заходите на мой канал подписывайтесь и будете смотреть ссылка на канал есть в описании в комментариях всем спасибо всем пока всем хорошей торговли